всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет как обычно видео закупка продуктов из магазина лента ездил у меня туда как всегда мой муж так что давайте все вам покажу итак вот такая закупка получается моего мужа давайте сразу начну отсюда здесь сахар он купил сразу большой мешок 5 килограмм сейчас ягоды поспеют там смородина я имею до крыжовник и так далее поэтому мне пригодится яйца куриные отборные так дальше здесь мешок картошки вот такой взял 5 килограмм сразу что было и здесь немножечко всякое не то чтобы того химия что-то типа того салфетки 250 штук обычные лентовские туалетная бумага тоже такая нормально вот потом вот такие большие пакеты для мусора тоже сейчас вот с ремонтом и так далее очень понадобились на 120 литров большие фольгу взял вот такую особо прочную не знаю просто попросила фольга закончилась вот такую взял дальше две упаковки пакетов тоже сейчас замораживать все и так далее очень не нужны мне вот поэтому две упаковки 120 штук но это не очень большие да я так понимаю пакетики вот ну и давайте теперь здесь значит начнем с мяса и там грудинка вот такая мы ее обычно коптим в коптильне во влоге я вам обязательно покажу хотя я уже наверно показывала не раз и как рыбу коптили тоже не раз показывала просто у него коптильна печка на улице стоит он коптит вместе со щипой там в общем со специями так далее грудинку тоже мы коптим получается очень вкусно копченая просто супер единство что он всегда выбирает на стараться брать там где много мяса так что взяла значит дальше курочка вот такая курица на самом деле целиком очень редко спекаю я обычно ее разделываю спинка у меня и косточка грудки идет на бульон на суп а все остальное там что нибудь готовлю так дальше здесь свиной укорок по 206 рублей такой достаточно большой кусок нара почти два килограмма момент два килограмма получается и еще фарш домашний вот такой по 269 рублей дальше здесь тесто я уже говорил мне тесто должно быть всегда морозильники то булочки каким на завтрак то общество мало ли это кто-то приезжает всегда можно быстренько разморозить любую начинку сделать очень нравится лентовская вот это вот очень хорошее тесто хорошо поднимается вот дрожжевой две упаковки не купил не две упаковки без дрожжевого это дрожжевое она очень хорошо поднимается можно красочки вот такие они будут прям пышными сделать хорошее тесто мне очень нравится так дальше всякие колбасные здесь вот вязанка опять же холодный борщ опять же окружки так далее мы делаем на колбасе вот поэтому да такая колбаска у нас уходит и купила села такую селедку давно мы что-то не ели наверно просто ее разделаем поедим либо с маслом с лучком в общем может быть слетку под шубой сделал хотя мне свекла нет есть только свеклу докупить кило 300 целая упаковка и здесь это он купил всякие колбаски во первых это останки надо и вот такие вот говорит решил попробовать там появились вот какая-то зеленая фоэт средний зерма зерноморский на травах в общем вот такой по испанской технологии не за попробуем девочки вот такой мне кажется я когда-то пробовала уже вот экстра такая колбаска 150 грамм актера так здесь еще кусочек сыра лентовский половинку этот раз со вкусом чего тут топленого молока неплохой сыр так ну и давайте здесь у меня немного молочки упаковки две молока домик в деревне сметана пятнадцатипроцентная я к сирен до десятипроцентную муж у меня берет пятнадцатипроцентную творог пескаревский для упаковки и иммунельки это у меня очень любят дети особенно младшие вот такие и к иммунелькам вот такие творожные палочки кстати они мне тоже очень нравятся вкусные вот такие творогушки и светлогорье как всегда масло вкусноте его да я говорил что пополам разрезаю на половинку морозильник 2 едим здесь вермишель это тоже на куриный супчик или просто вот у меня младший любит там бульон без всего без зажарок без всего вот с этой вермишелью дальше фасоль такая темно-красная с мясом обычно я делаю фасоль очень вкусно получается еще разрыхлитель теста вот такое мне купил правда три упаковочки всего ну ладно тоже выпечку пойдет и вот здесь вот еще муку предпортовую два килограмма дальше хлеб тостовый это лентовский и столовый каравай хороший вот этот хлеб правда муж его у меня помял но ничего страшного он обычно в пакет так все набрасывает здесь батон хлебный дом но давайте здесь уже сразу здесь всякая ерунда как всегда лимонады пиво вот такое старый мельник из бочонка здесь тархун кстати тархун я очень люблю мне очень нравится он вот этот напиток из черноголовки кстати тоже очень вкусно еще бывает таких стеклянных бутылках не из черноголовки какой-то другой марки я не помню стеклянные бутылки они подороже но вообще нереально вкусный русский дарах квас и здесь давайте немножко такое молоко вот это вот очень нравится кстати молоком а перхарается упаковка то что ее очень удобно и хранить ничего не вытекает не надо нигде ложкой ковыряться ничего очень удобная упаковка хлебные палочки вот такие у нас немножко тогда побаловал овсяное печенье и вот эти вот хлебцы девочки вот если вы любите подобные хлебцы очень советую вот этой марки они сильно очень вкусные есть такие с какао с какао порошком они по вкусу получается как с шоколадом вот эти вот очень вкусные хлебцы с пророщенными злаками у меня любят даже дети вот так вот погрызть просто вкусные но здесь конечно же конфетки это уже меня побаловать на 180 рублей рот фронт вот эти батончики божие это вообще это просто и трюфели тоже я обожаю просто это очень-очень вкусно и еще шоколадка это тоже все мне очень люблю всякие разные такие шоколадки тоже ну я даже больше по конфетам нежели по шоколадкам но вкусно так здесь овощи фрукты арбуз он уже по тридцать девять девяносто девять считайте 40 рублей он купил почти на десять килограмм девять с половиной такой неплохой арбуз вообще я не знаю вот мне кто-то написал что тоже купили арбуз оказался невкусный но вот я как-то все время выбираю и муж у меня тоже выбирает арбуз не знаю по каким критериям но всегда получается очень вкусная а вот дыню как раз таки я обычно выбираю либо недоспелую либо еще какой-то вот с дынями меня всегда беда так здесь еще бананы две веточки очень ароматные бананы не знаю что последнее время мне нравится по пятьдесят пять рублей здесь вот две веточки на считайте почти 56 у нас сейчас дождь начался груши вот такие вильямс по 149 рублей яблоки здесь а royal гала по 169 рублей на яблоки мы все любим также персики вот такие по 99 рублей они такие прям мягенькие мягенькие девочки ой здесь у меня еще сыр кусочек извиняюсь это российский вот такой да в такой российский сыр обычно я на запеканочки какие-то найти на что-то такое используем так и здесь еще черешня смотрите какой он купил я обожаю черешня вот такая желтая 339 рублей и обычная черешня уже 188 рублей но она мелкая видите какая мелкая я думаю смешаю вот эти две и в чашечке наверно вообще нереально будет классно смотреться очень аппетитно желтая черешня очень вкусно и здесь у меня помидоры по 64 рубля и огурцы короткоплодные колючие по 100 рублей на хорошие огурчики помидорчики вот это да так что вот такая вот закупка получилась моему сейчас покажу вам чек и и вот сумма составила 8 860 скидка по карте 2016 рублей так что вот такая вот закупка у нас получилось я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх нет очень приятно всех люблю целую до новых встреч